Более 4 тысяч учеников защищали свои проекты, направленные на улучшение разных сфер жизни города, таких как транспортная доступность, экология и места отдыха горожан. В решении задач школьники использовали когнитивные технологии, виртуальную реальность и мобильные разработки. Мы провели первый химкинский хакатон 2021. Что это такое? Это когда перед школьниками ставят задачи, очень интересные и важные для городского округа Химкин. И они путем мозгового штурма пытаются их решить или определить путь решения этих вопросов. Одним из значимых проектов, разработанных юными химчанами, стал вариант реконструкции аллеи героев трудовой славы на улице Победы. НПО «Энергомаш» предложил школьникам поработать над проектом благоустройства и всего за несколько дней школьники нашли оптимальное решение. Подготовка хакатона началась уже давно. Два месяца назад мы впервые собрались, обсудили работу команды, ее состав и в принципе прошли весь путь самостоятельно. Сама инициатива реконструкции аллеи была предложена ветеранами предприятия на встрече с лидерами движения общественной поддержки социально значимых инициатив Михаилом Раевым и Николаем Томашовым. Инициатива была реконструкция и ремонт аллеи героев. И вторая инициатива была создание музея космонавтики, который обмит три наших городообразующих космических предприятия. После этого активисты движения вместе с неравнодушными горожанами провели субботник на улице Победы. Активисты обновили портреты известных инженеров-конструкторов, которые внесли неоценимый вклад в развитие космической отрасли нашей страны и сделали возможным полет человека в космос. Я надеюсь, что это будет очень яркой и очень инициативной традицией нашего городского округа в будущем. Новым проектом быть и наша молодежь городского округа, она самая креативная. Инициатива ветеранов НПО «Энергомаш» по реконструкции аллеи героев трудовой славы получила продолжение в проектах химгинских школьников. Они не только разработали графическую модель, но и спланировали финансовые и организационные издержки. Ребята предложили самые разные решения, которые позволят благоустроить аллею, а также сделать ее значимым туристическим объектом нашего города, где можно будет проводить познавательные экскурсии и обучающие занятия.